Мэджик Дроп это более 8 миллионов открытых кейсов, сотни тысяч довольных игроков, свыше 10 ботов с иным дарём на общую сумму около 2 миллионов рублей. Бесплатные кейсы и ежедневный баланс. Мы ждём тебя на magicdrop.ru Ой, блядь. Да всё, давай. Как бы, no panic там, тыры-пыры. Режем пять шаров. Шо у тебя за ссылка? ТВ, хейзинг, хейзинг, финчик, блядь, шо? Так, лазейка по игре, разговорчики. Блядь, шо нельзя говорить. Матные слова, ну, это... Да, нельзя ничего говорить. Без матюков? Да, серёж? Да, с ним 0+. БИДА! Тихо, ты долбоёб! Ты шо, долбоёб? Ты долбоёб, лазейка? Я только стримить начал, меня забанит, бидер. Алё, вы можете помолчать, слышь? Я понял, я понял. Вы можете помолчать? Блядь, откройся, пожалуйста. Мир, будем контролить? Ты тупой просто, лазейка, ты понимаешь, что это банят? Играй, играй, долбоёб! Тихо! Я тебе ебало сейчас приеду, разорвусь. Всё, тихо! Алё, успокойтесь, пожалуйста. Я сейчас сам люблю. Пожалуйста, давайте всё по игре. На хуй мне орёт, блядь, я не понимаю. Всё, тихо, тихо, пожалуйста. Кто-то не понимает, что я могу сделать? Всё, пожалуйста. Всё, тихо, давайте играть, пожалуйста, по игре. Я... Тихо! Приветствую, друзья, подписчики и зрители. Вот на такой, можно сказать, скандальной ноте начался шоу-матч между командой Пять Боллс и командой стримеров, который проходил в середине февраля 2019 года. Виной сему послужил известный на киберпросторах СНГ Владимир Шурыкин, он же Лазейка. Как объяснил впоследствии он сам, это произошло из-за личной неприязни Курашу, которого он не хотел звать в команду и которого считает лоу-скильным игроком. Да тихо, пожалуйста. Ой, блядь, Лазейка, не пиши в чат ничего. Я не хочу, блядь, это видеть. Блядь, заткнись, жирный. Я выхожу, я не играю, сори, Вилон. А что происходит? Я что-то не понял немножко, вот этот маленький школьник, что он себе позволяет вообще? Да, это типа он что-то намудил? Кураж в скором времени вернулся в игру, и было принято решение продолжить её без Лазейки с другим игроком. Но в итоге на Дизморале команда стримеров проиграла матч со счётом 9-16. Казалось бы, всё ясно, и на этом история должна заканчиваться. Но не тут-то было. Возвращаясь после клуба домой и ожидая такси, 18-летний Владимир Шурыгин нарвался на двух парней, которые специально его выследили и побили. Правда, как признался сам потерпевший, побили не сильно. Да и сил, наверное, особо для этого многое не потребовалось. Лазейка явно не Конор Макгрегор. В общем, так себе проучили. Владимир не стал писать заявление в полицию, а на своём стреме объяснил, почему он так негативно относится к Курашу. Во-первых, Кураш ныл как баба. Это раз. Потому что меня это сбесило. Потому что чел сидит и ноется. Во-вторых, у меня с Курашом уже давно были тёрки, если что. Если че-то чел не знают, что же Кураш там сидит, сидел выёбывалось, типа, когда я ему помог. Когда Кураша смотрела 20 чулок, когда он просил меня за хостя, я его хостил. А потом, короче, чел, короче, его начал осмотреть 200 чулок, и чел, короче, говорит, ты кто такой, Вася, ты что сюда зашёл? Потому что, типа, ты чулу сидишь, помогаешь, а он потом, короче, тебя обсирает. Если ты, типа, вообще не знаешь про Кураша, типа, то, что это клоун, типа, ходячий, как корова, типа, все обоссали, обоссрали, и он сейчас играет в соло, потому что с ним никто не общается, потому что это челкдаун. Я просил просто играть в игру, а не сидеть ныть. У меня челы ноют. На чел поагулять, ничего не говорит. Я сижу, у меня челы спрашивают из Петболз, что случилось? Я объясняю, что случилось, мне Петболз говорит, Лазейка, зачем ты пишешь, ничего не пиши, сидит ноет, свое вот это жирное лицо открыл, и сидит ноет, просто в Тинспикере. Ну, не знаю, нахер, там вообще, выстираешься, держать, и ты, типа, про Зорболз, у тебя мнения своего даже нет. Сидишь, типа, как щенок со своим стримером, у тебя кости нет, ты её съешь. Кто помнит после ЕС Эливан в Кёльне 2018 года, британский аналитик Дункан Торин Шилдс назвал в своем твитте капитана Натус Финцер Данила Зевса Тисленко ботом. История имела продолжение и большую огласку, и вот 1 апреля 2019 года эти двое известных личностей Контра Страйк Ценни не оставили свои взаимоотношения без сарказма. Вот что Дункан Торин Шилдс написал в своем твиттере. Зевс – компетентный индивидуальный игрок. Видно, как он уделяет достаточно времени тренировкам, чтобы поддержать хороший уровень индивидуального ски. Ах, черт, я никогда не был хорош в первоапрельских шутках. Буквально через пару часов после этого ответа Данил Тисленко не применил ответить. Всем привет. Просто хотел сказать, что Торин – отличный человек и компетентный аналитик. Почти каждый проигрок считает его неплохим парнем, хорошо разбирающимся в Контра Страйке. Ах, черту, никогда не был хорош в первоапрельских шутках. 11 февраля 2019 года, можно сказать, разгорелся небольшой скандал между проигроками из-за твита Epitasio del Mello, известного как Тако. Парень попросил ESL запретить использование бинда, позволяющего изменять размер радара, благодаря которому можно было юзать баг, чтобы на пару секунд раньше увидеть на радаре соперника, который прячется в смоку. Тако признался, что и сам пользуется подобным приемом, поскольку устал умирать от идиотов, которые умышленно сидят в дыму и ждут, когда тот начнет рассеиваться. Первый под раздачу горячего бразильского парня Epitasio попал капитан команды Астралис Глейв. Он всего лишь уточнил, о чем идет речь, о приближающемся или отдаляющемся бинде или нет. На что бразилиц ему ответил, «Очень смешно, ты мог бы стать отличным юмористом», намекая Глейву о том, что он просто придуривается, работает на публику, показывая, что он бедняжка не понимает, о чем идет речь. Особенно в свете тех событий, когда всю команду Астралис обвиняли в особых настройках NVIDIA, позволяющим видеть соперника через дым. И нужно отдать должное Глейву. Далее, чтобы не накалять обстановку, парень больше в разговор не вмешивался. Далее в разговор вмешался Джаспер Вэксел, он же Джейви. Который признался, что на протяжении почти что всей своей карьеры не использовал данную уловку, так как узнал о ней только месяц назад. И не нужно обвинять в использовании этого бага всех остальных. Да, я не знал об этом ранее. Я сразу рассказал всем, что не знал о баге на тот момент. Хватит так раздражаться. Я даже не понимаю твоих аргументов. Я доминировал в этой игре еще до того, как люди даже поняли, как установить гребанный конфиг. Тако. Ты чертов бездрастный лжец. Не наплевать, что ты делал раньше. Для меня этот разговор окончен. Поздравляю, дружище. Нас обоих. Джейви. Называй меня лжецом. Если хочешь, не уважай меня. Можешь спросить у всех моих прошлых тимейтов, были ли у меня когда-то специальные настройки или что-то, из-за чего ты меня обвиняешь. Я ожидал от тебя большего. Ну и как вы думаете, что произошло после всех этих разборок на следующий день? Разработчики взяли, да и пофиксили данный баг. А я питаюсь, я немного поостыв, принес свои извинения перед Джейви. А что если бы киберспортсмены выясняли свои разногласия не в Твиттере, а как бойцы ММА в октагоне? Тогда бы, наверное, точно ни одна проблема в Counter-Strike Global Offensive не осталась бы незамеченной. Интересный момент в том, что все это происходило чуть ли не за день до мажора в Катовице 2019. На самом турнире также не обошлось без горячих бразильских, но уже болельщиков, причем в самом начале, на этапе претендентов. Бразильская Фурия играла против шведов из Ninja in Pijamas, причем начала матч достаточно неуверенно, проигрывая со счетом 1-7. И надо же было СММ-менеджеру шведов взять и заскринить эти цифры и выложить в Твиттер на официальной странице Ниндзи. Что после этого началось? Дело в том, что в 2014 году сборная Бразилии по футболу проиграла сборная Германии со счетом 1-7 в полуфинале Чемпионата мира. Бразильские фанаты, увидев такой скрин в Твиттере, поняли намек и приняли в итоге его слишком близко к сердцу. СММ-менеджеры Нипов посыпались сотней угроз. Ты, мусор, умрешь, когда приедешь к нам в страну. Вот увидишь, получишь с ножа здесь, в Бразилии. К счастью, не все бразильцы оказались столь категоричными. А нашли сети, которые отнеслись к Твиту достаточно спокойно и принесли извинения за дикое поведение своих соотечественников. Да и сам менеджер не воспринял угрозы близко к сердцу, а лишь отшутился. Так много недовольных бразильцев. У меня есть еще один мем, но я думаю, не стану его выкладывать. Вот такая вот она, эмоциональная игра Counter-Strike Global Offensive. А на этом четвертая часть видео подходит к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания.